Версию в комментариях, что модель получилась излишне откровенная, поддерживать не буду. Ничего откровенного я здесь не нахожу. На самом деле данный топ связан в простейшей филейной технике. В некоторых местах сеточка прерывается на более рыхлые параметры, скажем так. Это был специальный дизайн, специальная задумка. Отдельное внимание хотелось бы уделить новой пряже. Для меня новой пряже. Это пехорка блестящее лето, полностью разочарована. Придется перевязывать детали манжет, потому что все потянулось просто в непонятных направлениях. Пряжа пехорка блестящее лето будет использоваться. Очень красивый хлопок с добавлением люрекса. Цвет светлой маренго. Данный топ я вяжу снизу вверх, в круговую, поворотными рядами. В районе проймы делю изделие на две части и уже просто продолжаю вязать поворотными рядами. В раппорте всего лишь 4 ряда. Сейчас мы с вами их провяжем. Смотрите, первый ряд раппорта будет состоять просто из столбиков с двумя накидами. Двойной обвитие вокруг крючка и провязываем наш столбик. А второй ряд раппорта у нас будет такой. Провязываю 3 воздушные петли, внизу аналогично пропускаю 3 столбика и ввязываю в четвертый столбик пышный столбик. Три раза я вытягиваю нить и провязываю вот такой вот столбик. Повторю еще раз 3 воздушные петли, внизу пропускаю также 3 столбика и ввязываю пышный столбик. Раппорт второго ряда. Теперь раппорт третьего ряда. Здесь провязываем одну воздушную петлю, одну петлю пропускаем внизу и ввязываем столбик с тремя накидами. Одна воздушная петля и столбик с тремя накидами. Раз, два, три. И последний четвертый ряд раппорта. Одна воздушная петля, внизу пропускаю петлю и столбик с одним накидом ввязываю. Воздушная петля, внизу пропускаю. Столбик с одним накидом. Воздушная петля, внизу пропускаю петлю и столбик с одним накидом ввязываю.